всем добрый день так как я сегодня навела уже макияж я его не так часто наложу решила снять обзорчик на ту косметику на те туалетные водички которыми я пользуюсь последнее время последнее время это где-то в ближайшие года четыре наверное есть туалетной воды или диаколон это вот мэри кей лотос и бамбук туалетная вода так очень нравится запах у него какой-то травяной что ли но во всяком случае я когда им побрызгаюсь дочь всегда делает мне замечание что опять от меня пахнет травой хотя он такой свежий запах пота как бы можно сказать что не ощущается даже если все мы люди так что из туалетной воды безумно мне нравится используя мы с дочью она у меня если что-то поинтереснее то присоединяется ко мне вот купила такую май инсаланс открывается она так запечатана сначала коробочка вот это потом вот это и только потом уже туалетная водичка туалетная водичка выглядит бутылочка выглядит вот так но к сожалению вторая первую бутылочку и расходовала нормально было а вторая в какой-то момент перестала срабатывать у нее систему вот это вот пипочка и не брызгала она и к моему сожалению пришлось перелить вот купила такой флакончик и теперь остаточки допрызгиваем отсюда запах не знаю я вот эти верхние нижние нотки но какой-то нежный приятный я прямо того когда слышу этот запах прямо такое умиротворение приятно так и на себе я его не ощущаю совсем вот набрызгалась и забылась всего следующая туалетная вода это на натура она у меня была очень давно я ее набрала про запас думала что мне она будет нравится всегда потом пришла случайно абсолютно вот на на инсаланс и пока ее подзабросила у меня ее почти целая бутылочка первый флакончик я израсходовала полностью второй флакончик вот открыт можно сказать давненько не пользуюсь им и вот это вот еще абсолютно новое лежит у меня про запас так как я как хомяк все стараюсь закупить и чтоб она у меня лежала тем более если что-то мне действительно понравилось но я ей пользовалась года два вообще не переставая возможно когда название у нее идет кокон либо вот название что-то дает о себе знать что как бы вот стараешься как в кокон что ли спрятаться или что-то вот когда у нас были такие нужно сказать проблемы с переходом из садика в школу где-то вот в эти моменты возможно я наверно пряталась как в кокон когда себя духами этими брызгал еще я внутри у меня уже использована помада мэри кей тут я по номерам не по номерам а по названиям не знаю она даже не подскажу какая по цвету это где-то вот видно вроде вот она передают такой же цвет единственное что теперь я я могу сделать кстати заодно скажу вот заказывала последний раз кисточки мэри кей очень нравится мне кисточка для губ для губ для нанесения помады вот особенно когда помада израсходовалась и там из колпачка нужно достать остатки удобно она такая грубоватая и набирается помада очень хорошо наносится на губы тоже замечательно такая прямо вот особенно контур помады создать чтобы она прекрасно наносит вот не видно будет вот свет вот такой видно не видно ну очень я долго и года два наверно пользовалась я так как не слишком часто пользуюсь какими-либо помадами поэтому ну пользуюсь тем не менее следующие это вот ну заодно покажу блески блески я открыла для себя совсем недавно весной мы ездили с дочерью в мозг там случайно мне удалось сбегать в магазин магнит косметик в наших магазинах я еще не была потому что они как-то у нас можно сказать не так давно открылись но один находится совсем в той стороне куда я абсолютно не езжу там не бываю и поэтому я не была в нем следующие вот эти вот один я купила в омске блеск 2 уже увидела здесь хотела выбрала из тех что мне понравились блески и приятные такие на на губах думаю вроде как видно они почти не ощущаются в общем то я довольна у меня вот одним блеском пользуется дочь одним пользуюсь я следующий я покажу вам тушь для ресниц увидела у сестры такой тушь летуаль у нее мелкий очень маленький ворс с одной стороны вот снизу совсем малюсенький сверху чуть чуть побольше она идет удлиняющая что ли и просто черная смывающая обычная такая не не влагоустойчивая тушь мне очень нравится вторая у меня уже вот весной ездили мы как раз в курган и там купила такую тушь единственное что срок годности у нее оказался до 14 10 то есть можно сказать последний месяц уже можно и пользоваться и глядя на ю тубе что девочки для нижних ресниц используют маленькие туши понравилась мне там вот еще вот такая тушь тоже летуаль очень но ей мы пользуемся всей семью из двух человек тушь хорошая нравится мне довольно тени ну начну с тех которые я можно сказать открыла тоже вот этой весной весной летом после того как посетила вот магнит косметик у нас в шадринске хотя обманывая вот в омске когда я приехала и там была акция берешь блеск и вот что-то в подарок идет я купила блеск и мне тени подарок были такие вот выбрала тени тени четырех цветов скажу что тени в общем то у меня таки хорошо наносится они матовые это не совсем светлые совсем бежевенькие ближе как бы вот забеляющие что ли я ваших еще терминов здесь научусь со временем вот стану даже чтобы показать так это вот тени нинель и и вот здесь вот румяна тоже от нинель я их купила уже здесь не помню реакция на них было или что но вот и они идут четырех оттенков как посветлее потемнее тоже пользуюсь пудра от мэри кей из такой коробочки но она у меня там и живет потому что я и фактически можно сказать не пользуюсь привезли мне ее но она оказалась очень темная и мне кажется я ее куда наношу я становлюсь как негр похоже на них поэтому стоит ждет своего часа теперь румяна не помню как то они называются запекшиеся что ли румяна тоже вот вот мэри кей они наносятся и как тынкой но в мэри кей идет вообще-то вот косметика я когда начала ее смотреть не такая как вот обычная видно не видно даже не знаю это вот осветляющая идет и вот здесь вот она как розоватый такой оттеночек неже вообще косметика мэри кей как-то больше направлена на какой-то на нежный более такой дневной макияж нежели чем на какой-то там яркий там все у них в основном принципе нет там есть конечно и яркие цвета в общем будет по большей части они идут кажется это более нежные светлые вот это новинка тоже вот я заказала тенюшечки жемчуг вроде они называются очень нравится я ими часто пользуюсь вот они вот сразу в общем то если просто кисточкой наношу то сразу их и видно но они очень хорошо растушевываются и когда растушевываются они становятся как дымка мне вот это в них очень нравится что они не остаются вот таким пятном некоторые как вот шиммерные тени их нанесешь и они на глазах пятнами такими темными их может быть я конечно не умею пользоваться наносить растушевывать все до такой степени чтобы так как у меня не так много времени бывает для нанесения какого-либо макияжа то при нанесении некоторых макий допустим вот теней вот стоит их нанести и они так хорошо лягут прямо вот сегодня хотела накраситься немного по-другому но никак не могла уложить коричневые тени вот но никак они у меня не ложатся на лицо пришлось смывать смывать глаза и по новой краситься все-таки вот накрасилась опять же вот этими тенюшечками еще тоже вот и марикейские тени я не помню как-то они у меня уже года два наверно я их так скажем вот они вот совсем светлые светлые их не видно и на глазу впрочем тоже не особо поэтому я ими пользуюсь редко чаще наношу вот под бровь именно вот эту вот осветляющие румяна они хорошо осветляют и так для растушевки очень хорошо используют их ну конечно косметики там у меня еще много но это вот я самое самое такое которым я действительно пользуюсь которая у меня можно сказать в ходу кисточки которыми пользуюсь я то вот такая помню это в каком-то наборчике что ли она была и вот две кисточки в моем житье-бытие очень хочется мне приобрести конечно вот коротенькую для коротенькую кисточку но не могу найти как-то вот и как они называются забыла вылетела из головы они вот такие коротенькие и толстые прямо такие пышные мохнатые вот такую хочу очень кисточку может быть куплю себе как-нибудь но пока получается из мэри кей у меня куплена кисть такая вот моряка я и даже различить не могу сначала заказала вот кисточку из мэри кей на ней написано что она для нанесения светлых теней использовать ее но вскоре после того как я купила вернее сделала делали у меня заказ девочки и я присоединилась так скажем к ним еще купила вот такой но это уже в городе нашла безумно нравится вот я ей можно сказать даже больше пользуюсь вот они отличаются это вот мэри кей серебристая это черненькая они можно сказать почти не отличаются по ворсу по длине хотя незначительное есть измену как будто это по пышнее это по длине это но мне она очень нравится больше пользуюсь ей потому что она не так много набирает теней и растушевывать ее как-то более удобно что поменьше ворс у нее еще это я в начале лета наверное купила вот такая кисточка она мне нравится даже так скажем я ее не ей не изменю на другую кисточку мне она двусторонняя но этой стороной я кражусь реже вот если подвожу снизу тени допустим вот что вот затемняем вот это вот именно как растушевочная сверху так и страшно но удобно хорошая кисточка отличная вообще прямая не знаю как я без него жила и еще вскоре после того как вот эту купила еще у меня куплена вот такая кисточка она совсем такая тоненькая тоненькая маленькая и вот ей чаще я наношу вот как раз вот эти вот как бы типа стрелочек что ли если я крашусь я чаще крашусь нити не карандашом карандашом я не делаю стрелочки под водочки чаще я беру просто черные тенюшечки и черными тенюшечками вот делаю под водочку и сам и самое последнее уже то что я вам покажу это карандаш вот такой карандаше я дорогие не заказываю хотя куплено у меня есть тоже пользуюсь макс фактор цвет у него даже какой-то макс фактор это и это карандаш стиль карандаш стиль мне очень нравится я им пользуюсь уже не первый год покупаю его только у меня заканчивается поменьше остается и то еще в магазине такой же карандаш для подводки для губ он не знаю я считаю что как нельзя лучше его можно использовать цвет использую шоколад еще купила другой на тот поярче им можно сказать почти не пользуюсь этот не такой жирненький что ли так скажем более аккуратно наводится стрелочка вот в макс факторе допустим здесь она более более жирно что ли так наносится ну хотя может быть если каждый раз его подтачивать ну тогда часть карандаша придется выбрасывать вот в общем это можно сказать вся моя косметика за исключением белых розовых карандашей которые я конечно купить не могу девчата вот рекламируют есть в интернете белые карандаши вот что но у меня обычный какой-то дешевый белый карандаш которым я в общем-то все равно под бровью пользуюсь использую его в общем наношу карандашом как бы вот стрелочки что ли под глазу чтобы вот этот корректировать часть под бровью именно таких которые бы хотелось взять вот и либо светло-розовый либо белый перламутровый купить не получается у нас магазинах не завозят поэтому будем ждать будем надеяться что он когда-то привезут у нас все равно с каким-то временем но если что-то спрашиваешь интересуешься то люди начинают прислушиваться и привозят ну в общем буду заканчивать всем большое спасибо что посмотрели меня и если вам понравилось мое видео как говорят ставьте лайк ну если не понравилось тоже оценивайте в общем до новой встречи до свидания